Добрый день, коллеги. Пока ставят слайды, я вам коротко расскажу о своем докладе. В своем докладе я хотел коротко осветить вопросы проблематики третьевых отходов, откуда они берутся на нашей планете, откуда они берутся в атомной промышленности. Также я хотел коротко осветить вопросы экономики обращения с третьевыми отходами, та проблематика как экономическая, так и экологическая при этом обращении, и те решения, которые мы, собственно, получили для выхода из этих проблем. И в конце я проведу два конечных решения, одно из которых мы сейчас тестируем по заказу японского правительства для возможности применения на F7-1. Итак, начнем. Итак, начну я с источников образования Трити и самого Трити. Трити — это мягкий бета-излучатель. В быту мы можем его встретить как в часах, так и в светящихся красках. Ну, сегодня, наверное, меньше уже. Вот. Основным источником его возникновения на нашей планете является, конечно, сама планета, да, сама физика, так скажем, Солнечную систему. Он образуется в стратосфере нашей планеты. На планете примерно его ежегодное доступление составляет 72 тысячи терабекерелей в год. Вот. При этом, так скажем, в атомной промышленности цифры, на мой взгляд, значительно меньше, чем за счет образования в природных условиях. Это, конечно, источником поступления Трити является атомная станция как таковые. Но основным хочется отметить источником поступления Трити в окружающую среду. Это, конечно, являются всякие различные аварийные ситуации, такие, например, как случились на С-Вкусима-1, когда был неконтролируемый сброс примерно годового количества Трити, образующихся естественным образом на планете. И можно выделить перспективные технологии атомной энергии. Это термоядерные различные технологии, такие как ИТР. Если вы посмотрите ИТР, там предусмотрен значительно большой блок очистки от Трити. И все высокопоточные технологии, технологии высокопоточной генерации нейтронов. Это ССНС, это различные вариации по переходу от ССНС к электроядерным технологиям, такие, как западная прессия, это АДС-технологии. А следующим ограничивающим фактором, который позволяет нам, так скажем, перейти к актуализации этой проблемы, является не только перспектива будущего поступления Трити, но и текущее ужесточение законодательных норм по обращению с Трити. Первым на этот путь вступил Евросоюз, когда он снизил количество допустимого Трити в питьевой воде с 10 тысяч пикерель на литр, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, до 100. Следующим шагом было снижение США, и, так скажем, у Канады и России они примерно паритет занимают, и самые большие нормы по концентрации, большие допустимые нормы по концентрации Трити в воде являются в Австралии. Итак, давайте я расскажу кратко о технологиях, как, собственно, решают Трити проблемы. В основном эти технологии появились в 80-х, 90-х годах, они были направлены в большей части на оборонный сектор, и в гражданском секторе они развивались, конечно, очень сильно в Канаде, при реакторах Канду, которые являются тяжеловодными реакторами, и в которых идет большой объем наработки, отравление реактором Трити им требуется его детритизации. Самая простая технология, которая была получена, собственно, еще в 60-х годах, это водная ректификация или дистилляция воды. Ее минусом является большое аппаратурное оформление и большие энергозатраты на поддержание процесса. Процесс идет, претимизирующий, 60 градусов, и колонну надо постоянно греть. Следующим вариацией, так скажем, альтернативой ректификации является ее употребимая на данный момент технология для небольших объемов переработки Трити и воды. Это комбинированный с электролизом изотопный обмен на катализаторе, так называемый СС-процесс. Он отличен от дистилляции тем, что он очень компактен, его аппаратурное оформление меньше порядка в 100 раз. Он приятен тем, что позволяет достичь достаточно ниже, чем на дистилляции, коэффициентов очистки, но при этом всем он позволяет перевести те отходы в газ, и, соответственно, газ может компактироваться в твердую матрицу значительно эффективнее, чем из воды на алюминий высадить. Твердую матрицу мы рассматриваем, это титан. Но его существенным недостатком является высокая энергоемкость, которая берется, направляется на электролиз воды, так как весь объем поступающих Трити подвергается электролизу. Следующие две вариации являются, собственно, вариациями на тему наработки тяжелой воды. Это двухсемпературный закрутный обмен в системе вода-водород. Достаточно приятный процесс с точки зрения цены эксплуатации, но неприятный с точки зрения потенциальной опасности, так как объем газообразного водорода увеличивается по сравнению с СССР процессом порядка 150 раз, и при этом всем весь процесс ведется при давлении 20-25 атмосфер. Следующий процесс, который активно применяется при наработке тяжелой воды сейчас в Индии, и в том числе этот процесс, альдопроцесс отказались наши канадские коллеги при детритизации, это тот же самый быховой процесс, но в системе вода-сероводород. Ну, собственно, весьма токсичная штука. Вот. Переходя к тем примерам, которые мы видим сейчас в мире реализованным проектом, мы можем выделить, ну, собственно, только три установки, которые, конечно, реализованы для целей эксплуатации безопасных реакторов Канду. Это Вулсонская третья установка в Корее, и она имеет производительность примерно 100 литров в час. Это Канадская большая установка цирки, она имеет производительность 300, в зависимости от нагрузки, 500 кг в час, точнее, из-за консцентра очистки. И румынская. Вот. Как мы видим из цифр, ну, в том числе наши наработки, российские, пока она никому не будет останавливаться. Вот. Как мы видим из производительности, либо мы имеем большую производительность, либо очень низкую, да, вот на сегодняшний день. Чем это обусловлено? Конечно, это обусловлено, ну, вот если мы, собственно, как я видел зеленым на слайдом, это производительность, да, когда вы хотите оценить экономику процесса, вы, конечно, пытаетесь поднять производительность процесса, снизить время переработки, и при этом всем вы хотите сократить объем вторичных радиоходов, передаваемых на захоронение, да, то есть вы оперируете основными двумя критериями, это производительность коэффициента концентрирования. При этом всем, если мы берем эти стандартные процессы, на чашу весов ложится достаточно две такие весомые по деньгам характеристики. Это капитальные вложения, когда вы делаете ВД-процесс, вы имеете большие капитальные вложения, но имеете очень низкие эксплуатационные затраты. Когда вы делаете ЦЦ-процесс, вы имеете большие, достаточно низкие капитальные затраты, но имеете большие эксплуатационные затраты. Но при этом всем вы можете очень дозированно играться с производительностью, Когда вы делаете, собственно, с низкими капитальными затратами, вы можете делать маленькие установки и по потребности чистить эту воду. Соответственно, мы в 2009 году с радиоинститутом и Атомпроектом в том числе провели достаточно большую оптимизационную задачу. На чашу весов мы положили еще такой фактор, как безопасность. Результаты данной работы, они изложены в статье «Радиохимия». В 2014 году, в сентябре, если не ошибаюсь, это можете ознакомиться. Но я хотел бы вас познакомить с результатом. Что мы получили? Мы получили достаточно, на первый взгляд, парадоксальную вещь. Мы получили симпиоз трех технологий. Данный симпиоз позволил нам создать технологию, которая, повторюсь, позволяет достичь высокой производительности при высокой степени концентрирования. Что никто не делал на данный момент. Это обеспечивается тем, что основную производительность вам обеспечивает дистилляция. Дальше, давайте переходим сразу к третьему этапу. Мы начинаем концентрировать и сокращаем объем вторичных отходов. Что есть очень приятно по экономике захоронения данных третьевых отходов. И этап 2, как вы видите, это бэховой процесс. Бэховой процесс позволяет нам разогнать данную систему до... Повысит нам еще большая степень концентрирования и степень очистки. То есть данный процесс мы настраивали на показатели... Сейчас я вам покажу. Давайте еще перейдем. Ну, я вам дальше покажу эту систему. Мы имели на входе, когда мы разогнатывают работу, потребность в очистке отходов порядка 10 седьмой бекерей на литр. Соответственно, если берем российское законодательство, нам надо было сбросить три порядка с небольшим запасом. И при этом всем нам хотелось очень сильно минимизировать отходы. И мы заложили в модель коэффициент концентрирования 20 тысяч. То есть мы на выходе имеем исходный объем, делим на 20 тысяч, умножаем примерно на чуть-чуть, и мы получаем третьевые патроны, по сути. С гидридным титаном. Вот. Как это все выглядит, если это разложить на какие-то такие экономические параметры? Да, и мы видим по осям акции ординат стоимость капитального строительства, эксплуатационные затраты. И если мы берем монопроцессы, которые сейчас внедрены так или иначе в мире по разным степеням проработки, мы видим, что самый дорогой действительно это водная дистилляция, мы видим, что ЦЦ, он самый дешевый на старте. Мы видим, что самый экономически приемлемый это вообще процесс очистки в среде сероводород, но мы его отметаем по причине высокой, так скажем, токсичности. И мы видим, ну, самый затратный бэковой процесс, но при этом всем, чем он приятен, что он позволяет, в принципе, разогнать систему до очень высоких производительностей, что одновременно может требоваться при, так скажем, таких специфических задачах. Вот. А мы за счет комбинации попали в очень такую приятную зону. Мы, можно сказать, по себестоимости превзошли сероводород, но мы чуть дороже его по капитальным вложениям. Да, собственно, данная технология в аппаратурном оформлении, она стала выглядеть вот так. Да, мы имеем сейчас здесь вот на слайде трехступенчатый процесс с БХВ, который дополнительно разгоняет систему до уровня концентрации достаточно приличных 20 тысяч, и с коэффициентом очистки 2 тысячи. При этом все мы имеем существенно низкие энергозатраты за счет, которые в основном обусловлены, конечно, электролизом воды. Это 100 киловатт в час, производительность данной системы 100 литров в час. И второе наше нововведение, которое я не обозначил, но его можно показать здесь, это мы, конечно, перешли на пар. Мы процесс ректификации держим под паром, что применением рекуператоров очень здорово. Следующий вызов, который случился и который мы, по мой взгляд, благополучно решили, это 2011 год, проблема фокусима. Мы сразу видели проблему возникновения третевых отходов, и мы начали с заказчиками работать потенциальными. Но, как говорится, вы очень уважаете, японских коллег, они поступили очень мудро. Они объявили открытый тендер и сформировали задачу достаточно амбициозно. Они сказали, ребята, давайте перерабатывать не менее 400 кубов в день. При этом всем, я повторяю, существующие комплексы имеют максимальную производительность 500 литров в час. А они говорят, давайте 20 кубов в час делать. Но при этом они снизили коэффициент очистки. Они говорят, нам достаточно всего 100 до норм сброса. При этом всем, я очень уважаю наших коллег, они поступили очень здорово. При наличии официального разрешения и международных органов, в том числе на сброс третевой воды, они пошли на встречу своей общественности. И они отказались о сбросе этих отходов в открытую гидросферу. К чему это привело, что мы видим вот эту площадку Фукусима, которая полностью заставлена баками. И в данный момент на площадке накоплено порядка 800 тысяч отходов жидких, в том числе очищенных до 3-го десятилята порядка 400 тысяч кубов. Для решения данной амбициозной задачи мы проработали следующую схему, которая исключает баковой процесс, потому что нам не требуется, такая, скажем, безудочная степень концентрирования. Но мы сосредоточились на получении большой производительности. Мы разогнали активизационную колонну, повысили ее диаметр. Мы разогнали ЦЦ колонну, повысили также ее диаметр и снизили при этом степень концентрирования немного. За счет этого мы получили, на мой взгляд, очень интересную экономику. Мы прогнозируем себестоимость одного куба не более 20 долларов. Сейчас можно немножко это скорректируется, конечно. И что мы сейчас делаем? Данную систему мы строим в Сосновом Бару. Вы можете пройти на стенд Росрау, вы можете увидеть ее макет вживую. К концу января полностью будет снята экономика данного процесса. Будут сняты полностью реальные характеристики этого процесса, в немедленно технические. И, на мой взгляд, это очень здорово. И резюмируя все это, я хочу показать уже проект, который мы разработали с самим социальным проектом, по переходу данной демонстрационной установки в разряд промышленный, это происходит путем простого каскадирования. То есть мы берем нашу лектификационную колонну один к одному и просто начинаем ее каскадировать. Соответственно, за счет уплотнения оборудования, за счет его более общего использования, мы получаем дополнительную экономию на производительную, на себестоимости процесса, дополнительную экономию на специальных затратах. И два подобных комплекса, они полностью покрывают проблему АЭС-фокусима-1. При данной производительности, заданной определенной за японским заказчиком, мы способны решить проблему не более чем за 6 лет, с учетом капитального строительства. Сергей Николаевич, две минуты, пожалуйста. Все, понял. Резюмирую. Таким образом, если мы берем в целом проблему третевых отходов по общему мировому, по отчетам МАГАТЭ, это была дорогая проблема. Я считаю, что мы, предприятие «Русатома», мы достигли, мы решили ее, мы снизили себестоимость капитальных затрат в порядка в 100 раз по отношению к существующим процессам. Мы снизили объем средств эксплуатационных, тоже в порядка в 10 раз. И мы подготовили очень модную технологию, которая легко маскодируется, легко масштабируется. Велком. Отпрощайтесь. Спасибо.